Драгоценные металлы продолжают снижаться на фоне беспокойства инвесторов относительно возможного понижения спроса со стороны Китая. Причиной этому стало сообщение о том, что Китай, который является крупнейшим потребителем металла, впервые с 2005 года сократил прогноз по годовому экономическому росту. Европейские проблемы и геополитическая напряженность в Иране и Сирии также не улучшают перспективы общемировой экономики. Все это усиливает роль американского доллара, выдвигая его на первый план в инвестициях и активах зоны безопасности. На вчерашних торгах золото от уровня 1716.67 подешевело на 22 доллара, однако уже к концу дня сумело вернуть часть своих потерь, зафиксировав цену закрытия на отметке 1706 долларов за тройскую унцию. Серебро продемонстрировало еще более активное снижение, протестировав новый двухнедельный минимум на отметке 33 доллара 51 цент. Таким образом, потери металла в коде европейской и американской сессии составили 1 доллар 38 центов за тройскую унцию. Официальная цена металла на закрытии торгов 33 доллара 98 центов за унцию.